Как атмосфера вокруг? Погода отличная, настроение праздничное. Вы слышите? Здесь, на Тверской, играет музыка военных лет и настраивает солдат и офицеров на правильную волну. Ну а мы с вами сейчас находимся на броне впервые, в прямом эфире только первого канала. БТР Курганец, новая российская техника. И мы сейчас с вами находимся на ней, и вы можете увидеть шикарный вид. Вся колонна сразу, окончание ее за Пушкинской площадью, а начало около стен Кремля, около Манежной площади. Сколько здесь машин? Посмотрите, 196 единиц, 11 типов военной техники представлены на параде впервые. Вот солдаты, те самые, которые будут участвовать в параде, солдаты, офицеры, они уже готовы, они следят за нами, хотят, чтобы их увидели родные, потому что они будут находиться здесь, внутри БТРов, танков, и их никто не увидит сейчас. Чимур, давайте попросим оператора еще раз показать эти лица людей, потому что они будут солдат. Они будут во время парада внутри боевых машин, а так их родные все друзья также могут увидеть, что вот они участники юбилейного парада на Красной площади, которых также можно сегодня поздравить с Днем Победы, как и всех военнослужащих, кто сейчас несет службу в рядах вооруженных сил. Чимур, у вас уникальное прямое включение прямо с брони, да? Прочность. Да, смотрите, это броня, настоящая броня, можно по ней стучать, все настоящее, ничего не ломается, сделано на совесть. И, кстати, здесь новейшая техника, вот эта вот вещь, это называется система, я специально записал постановки завеса, она делает облако для маскировки, и таким образом БТР невидим для радаров. Тимур, а что еще раз, еще раз, что за машина, вот на которой вы сейчас находитесь? Да, Дмитрий, это БТР Курганец, БТР, который сделан не на колесах, как раньше, БТР-82, к примеру, а именно БТР на гусеницах. Да, и мы можем попросить рассказать немного об этой технике человека, который знает о ней больше, чем мы. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Алексей, я родом из Дальнего Востока. В чем уникальность этой машины, в двух словах? В чем уникальность этой машины? Машина, в принципе, на данный момент является лучшей среди всех БТРов, у ней лучшее вооружение, на гусеничной технике она более проходима, и, в принципе, здесь мощнее двигатель, крепче броня и много всего. Спасибо. Алексей, скажите, вот волнуете сейчас? Конечно, волнение присутствует, потому что данное мероприятие, 9 мая, да, парад, это очень ответственный, важный момент для всей России, для нас в том числе, потому что шла очень долгая подготовка. Когда у вас, извините, когда был последний выходной? Месяца полтора назад был последний выходной. Стоит смотреть парад на Красной площади? Обязательно, обязательно, всем гражданам России, не только, потому что, все-таки, это патриотический дух, это настрой людей на правильный мотив, армия, это очень, как бы, сильная вот эта вот наша. Поэтому, как бы, обязательно посмотрите, много очень новинок вооружения, военной техники, это немаловажно. Спасибо, Алексей, большое удачи вам, чтобы все прошло отлично. Ну, еще раз я хочу показать всю эту колонну в прямом эфире Первого канала. Машины, которые участвуют в параде, такой вид только у нас. Смотрите, это с башни курганца, с брони курганца БТРа, окончание колонны за Пушкинской площадью, начало около Манежной площади. И техника, посмотрите, прекрасная погода, все блестит, все сверкает, не только потому, что здесь солнце, но и потому, что очень хорошо готовились солдаты военные. Посмотрите, вот здесь вот стоит БТР старого образца, и броня такая, что как зеркало блестит, можно видеть в нем свое отражение, какие колеса. Колеса также блестят, так что все готово и снаружи, и внутри, Дмитрий, и зрителям я предлагаю устроиться поудобнее, скоро они все увидят в прямом эфире. Дмитрий. Да, спасибо, Тимур. Тимуру спасибо за, пожалуй, самое необычное прямое включение в нашем сегодняшнем эфире. Все увидели, всех показали. Пожелаем удачи ребятам на, собственно, параде. Снова, видимо, кадры из Кремля. В Москву съезжаются главы государства правительства. Они съехались уже и сейчас идут по направлению к трибунам. В общей сложности прилетели около 30 иностранных лидеров в их числе. Председатель КНР, главы Индии, Монголии, Венесуэла, Вьетнама, Кубы, Чехии, ЮАР, лидер Палестины, президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Киргизии. В торжествах примут участие официальные делегации Туркмении, Словакии, Сербии, Боснии, Герцеговины, Македонии, Кипра, Зимбабве, Монголии, Палестины. Ну вот затем, что они все увидят, также наблюдает, правда, не с трибуны, а с другой точки наш корреспондент Антверниц. Сейчас мы к нему вернемся. Фантастические кадры, прямая трансляция с высоты птичьего полета. Над Москвой, как мы знаем, полеты в обычное время запрещены. Поэтому видеть такое можно редко. И сейчас одна из тех редких уникальных возможностей. Полюбоваться Москвой при хорошей погоде, практически летней, и вот с такой высоты. Антон Верницкий на Красной площади, на которую сейчас, кстати, вышел Владимир Путин. Мы видим, что он появился на трибуне. Он приветствует ветеранов, гостей, которые собрались на юбилейный парад. Явно звучат сейчас поздравления, взаимные поздравления. Следом за Владимиром Путиным идет глава Китая Си Цзиньпинь. Совсем немного времени остается до того момента, как они займут свои места на трибунах на Красной площади. Владимир Путин показался Цзиньпинью, где для него приготовлено кресло сегодня на трибуне. И там же ждут сейчас всех остальных гостей. Мы видели, как они переходят из внутреннего корпуса Кремля к трибунах. Ветераны уже заняли свои места. Антон следит за тем, что происходит в той части Красной площади, где стоят расчеты. Передается наверняка вот этот мандраж. Вы знаете, Дмитрий, вам хорошо. У вас последний отчет идет на экране. Телезрители видят его. Один с минутой. Да, на Спасскую башню. Действительно, не хочу говорить штампами, но Красная площадь сейчас замерла. И 5 тысяч зрителей на трибунах больше они не вмещают. И 16 с лишним военнослужащих. То, что нынешний парад существенно отличается от всех предыдущих, проходивших в России, видно по количеству той новейшей техники, о которой говорил мой коллега Тимур Сиразиев. Ни один, и даже не две разработки. Десятки. Изюминка, конечно, танк Т-14 «Армата». А ведь были времена в конце 90-х, начале 2000-х, когда в отсутствии действительных новинок военным приходилось украшать парады вовсе не новой техникой, а такими изысками. То хоровым исполнением известных песен, непривычными музыкальными инструментами. Я помню, в 2004-м, например, показывали оркестровые соло на духовых рожках. Все это было, конечно, необычно, красочно, но к обороноспособности страны мало относилось. Другое дело сейчас. Парад на Красной площади покажет всю мощь нашей российской армии. Есть чем гордиться нам. Спасибо, Антон. Конечно, вам сейчас завидует огромное количество зрителей. Вы увидите парад с такой точки, с которой никто не увидит. Это точно. У нас сейчас есть возможность. Пока последние минуты у нас ожидания московского парада, есть возможность перенести Севастополь, где Виталий Катченко смотрел за морским парадом город морской воинской славы. Севастополь, Виталий Катченко в эфире. Виталий, еще раз здравствуйте. Как у вас погода прекрасная, это уже понятно. Что еще, кроме погоды? Дмитрий, правда, тепло, солнечное настроение. Праздник в Севастополе действительно ощущается просто непередаваемый. Мы уже посмотрели морской парад. Десять боевых кораблей выстроены в парадной линии в Севастопольской бухте. Командующий Черноморским флотом Александр Витко обошел на катере. Все корабли принял таким образом морской парад. На них подняты праздничные флаги, военно-морские флаги, флаги рассвечивания. Только что тысячи севастопольцев, тысячи гостей города, которые специально приехали на праздник 9 мая сюда, увидели авиационный парад. Около 30 самолетов и вертолетов пронеслись в небе. Было необычайное зрелище, конечно. Ну и сейчас минута на минуту у нас по центральной части города пройдет сухопутный парад. Проедет впервые за долгие годы современная боевая техника. Комплексы «Панцирь-С», комплексы «Бастион». Естественно, промаршируют военные. Около полутора тысяч военных ожидается, что примут участие в этом параде. Собственно, настроение хорошее, все ожидают. Но и в целом, Дмитрий, стоит, наверное, удивить всю Россию. Ожидается, что в этих торжествах сегодняшних в Севастополе примет участие около полумиллиона человек. Дмитрий? Виталий Каченко наслаждается хорошей погодой и парадом в Севастополе. А это кадры прямой трансляции с Красной площади. Владимир Путин разговаривает сейчас, мы видим, с лидером КНРСи Димпинем. Они заняли места рядом на трибунах на Красной площади. Им помогает переводчик. Ну вот, на другой части Красной площади, напротив трибун, парадные расчеты ждут, сигнала ждут и курантов на Спасской башне. До начала парада семь минут остается. А наш корреспондент Екатерина Березовская по-прежнему прямо у трибун на Красной площади. Смотрела за тем, как все занимают места. Катя, еще раз доброе утро. Что расскажете? Что видели? Дмитрий, ну вы знаете, как видно, погода действительно замечательная. И, наверное, такое же яркое и солнечное настроение передается сегодня абсолютно всем гостям сегодняшнего парада. По крайней мере, здесь очень хорошо чувствуется, что действительно эта атмосфера праздника, она буквально витает в воздухе, но в то же время атмосфера напряжения. Как коллеги сегодня уже рассказывали, и на земле, и в воздухе к параду абсолютно все готово. И могу сказать, что все гости, которые сегодня будут присутствовать, что касается ветеранов, они все уже заняли свои места. Да, иногда мы видим, как ветеран в сопровождении волонтеров или родных своих однополчан поднимается на трибуны, но все это становится реже и реже, потому что действительно счет до начала парада идет буквально на минуты. Мы все в ожидании. Да, спасибо, Екатерина Березовская. У самых трибун на Красной площади следи за всем, что происходит. Эти кадры в режиме реального времени мы получаем из Красной площади. Видимо, что Дмитрий Медведев также на трибуне общается сейчас с главой Киргизии. Ну, сейчас можно рассказать об этом параде, что мы знаем. Что в преддверии сегодняшнего грандиозного праздника прошло несколько репетиций. Последний генеральный оставил 7 мая. В тренировках участвовали и личный состав, и сухопутная техника, и авиация. Те, кто уже все видел на репетициях, говорят, что зрелище впечатляющее. Нынешний парад обещает стать самым масштабным за всю историю современной России. Смотрим на обратный отчет, который на наших экранах. Нам сейчас показывает обратный отчет. И часы на Спасской башне очень удобно. Пять минут, наши часы не врут, Спасская башня подтверждает. Пять минут остается до начала парада и совсем много секунд. Задействованы более 16,5 тысяч военнослужащих, представляющих разные рода и виды войск. Военные учебные заведения, включая Суворовское и Нахимовское училища. Кроме того, кадетские корпуса, еще МЧС, ФСБ и внутренние войска МВД. Продолжается оживленный разговор президента России с главой Китая Си Дзиньпинем. При помощи переводчика эти кадры нам продолжают сейчас показывать в прямой трансляции. Также перед гостями с троевым шагом пройдут парадные расчеты из дружественных стран. Это из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, еще Сербии, Китая, Индии и Монголии. Нурсултан Назарбаев сейчас мы видим на трибуне. Слушает рассказ ветерана, одного из гостей сегодняшнего юбилейного парада на Красной площади. Слаженность действий. Уже отработали экипажи боевых машин. Численность их в этом году рекордная. 193 единицы. Уже первые команды на Красной площади звучат. Давайте послушаем, что там сейчас. Ожидание парада. Механизированную колонну возглавят легендарный танк Т-34, самоходно-артиллерийская установка СУ-100. Тоже времен Великой Отечественной. Многочисленным зрителям представят новейшие образцы вооружений, в том числе на платформах Армата, Бумеранг, Курганец. Бумеранг, Курганец. Бумеранг. 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 Бумеранг.